Да, отлично. Все, всем привет. Я вот только подумал о том, что что-то сегодня много геологов, сразу два подряд, потом вспомнил, что это геологи-электорий. Вот, и все стало понятно. Так вот, я вам сегодня буду рассказывать о метеоритах, и вопрос, о котором я буду рассуждать сегодня, называется «Из чего образовалась Земля?». Но я буду о нем именно рассуждать, потому что ответа сейчас дать невозможно. То есть ученые просто на самом деле не знают, из чего образовалась Земля. И я буду вам рассказывать о том, собственно, где и среди чего, и каким образом мы пытаемся сейчас это найти. Вот именно мы, и именно сейчас. Смайлик Штёзингера, потому что плохо, что не знаем, но есть чем заняться. Так вот, наука, которая занимается такими вещами, которая пытается дать ответы на такие вопросы, это космохимия. Нет? Нет, не космохимия. А... Космохимия. Вот. Извините. И в этой науке работают ученые из разных областей. Потому что если мы пытаемся понять, очевидно, да, у нас есть процесс, который происходит в космосе, образование планет, и мы пытаемся понять, да, из чего образовалась Земля. Нам нужны люди совершенно разные, с разным образованием, то есть такого там во многих университетах, факультетов с названием космохимический, естественно, нет. Поэтому в этой области работают люди с совершенно разным образованием. И с каким? Во-первых, это астрофизики. Опять же, мы говорим о процессах в космосе, да, например, образование планет. Нам нужны люди, которые могут с помощью математики, физики это понять, такие процессы понять и описать. Во-вторых, нам нужны химики. Если мы говорим о веществе, да, о химических анализах, нам нужны люди, которые могут химические анализы сделать. И геологи. Вот я как раз происхожу из геологов. Геологи — это люди, которые разбираются в камнях. И, собственно, как получается... Ну, если так, очень... Простите. Я петролог, между прочим. Я как раз специалист по камням именно. Так вот. А как выглядит... Я вот закончил МГУ, геологический факультет, и как выглядит наша работа у геологов? Вот можно подумать, что она выглядит примерно так, да, вот, на Камчатке, да, все такое. Но на самом деле, вот это примерно две недели моей жизни в год на это уходит. Значительная часть моей работы выглядит так. Я все-таки космохимик, все-таки там химии... Корень от химии есть название моей работы, а вот геология не особо. Так как выглядит работа? Стоят там, ну, условно, да, утрируют. Трое ученых, все в халатах, геолог, химик и астрофизик. Геолог берет какой-то камень, метеорит, допустим, говорит, вот нам нужно вот у этой части... Меня плохо слышно? Что? Гудит что-то? Хорошо. Вот. Вот нам нужно в этом метеорите, там вот эту часть делать такой-то химический анализ, в этой части такой-то химический анализ, в этой части там нужно третий химический анализ делать. Химик делает химические анализы, а потом астрофизик смотрит на таблицы и пытается что-то понять. То есть работают все вместе. Это важно. И вот, как уже меня представили, я работаю в институте геохимии, аналитической химии, это полное название. вот из клёва в нашем институте лежит вот лунный грунт вот весь лунный грунт который есть в принципе в россии он лежит у нас в институте то есть это лунный грунт который привезли советские космические аппараты луна 16 20 и 24 если не путаю номера и америка тот грунт который привезли американцы на полонах 11 12 14 15 16 17 тот который они подарили нам они подарили пример то есть мы привезли примерно сами грамм 300 и они нам подарили еще грамм 10 по моему вот ну то есть там была такая история что они привезли грамм если мы привезли грамм 300 они привезли килограмм 300 или 400 такого порядка то есть они привезли в тысячу раз больше вот они сказали дать ну давайте мы вам там десяток килограмм отсыпем а вы нам там 10 грамм сколько у вас есть подарите меняли за политика это было меньше там науки было меньше чем политики вот Советский Союз гордо отказался, сказал, сколько мы вам подарим, столько же вы нам. Поэтому у нас в стране всего 310 грамм Луны в лунда. Но тем не менее он весь у нас. Так вот, прежде чем мы сможем понять, из чего образовалась Земля, давайте сначала поговорим о тех вещах, которые нужно знать перед тем, как вообще пытаться понять в этом вопросе. Во-первых, нам нужно понять, как образуются планеты, в принципе. Неважно, Земля, не Земля, как они, в принципе, образуются. И такие процессы в основном все-таки изучают астрономы. Вот есть, если смотреть в телескоп, помимо звезд, которые нормальные звезды, можно увидеть вот что-то такое. Это настоящая фотография молодой звезды. В центре находится молодая звезда, а вокруг, вот все это вокруг, это облако газа и пыли. Точнее, оно уже не облако, оно уже больше диск. И именно в этом месте сейчас вокруг молодой звезды образуются планеты. И как это схематически выглядит? Видимо, лучше сейчас смотреть на телевизор, хотя тоже вроде видно. Начинается с того, что в космосе где-то есть облако газа и пыли. В этом облаке со временем возникает звезда в центре. Ну, примерно в центре. Если есть какое-то уплотнение, получается в каком-то месте больше гравитация, газ начинает идти туда, образуется звезда. После этого оставшееся облако становится уже не облаком, а диском. Тут дело все связано с простой механикой. Как вы думаете, почему будет образовываться диск, а не облако в итоге? Есть идеи? В любом случае, имеются какие-то вращения, которые все равно закручиваются вокруг какой-то одной оси. Да, в любом случае все это вращается, и все такие... Вот такая комбинация, она будет куда более устойчивая, чем облако. Облако у нас не может устойчиво вращаться вокруг чего-то в центре. Вращение всегда происходит в какой-то плоскости. То есть механика примерно такая же, как тут. Вот она сейчас подтянет ногу, и она сначала крутится быстрее. То есть тут примерно все то же самое. Если у нас что-то вращается, и если оно вращается компактно, то вращается лучше. Хорошо, у нас есть звезда молодая с диском пыли и газа, и потом уже из этой пыли и газа, из остатков, образуются планеты. Это первый момент. Теперь, что мы знаем о Земле, о самой. Мы знаем, что у Земли есть три основные части, каждая из которых здесь еще разделяется. Это ядро в центре, вот то, что тут желтое, мантия, и самая поверхность – это кора. Она тонкая. То есть если весь диаметр, радиус Земли – это 6341 километр, то вот примерно половина ядра, половина мантия, и там чуть-чуть сверху – это кора. Так вот, из чего у нас состоит ядро, кто помнит? Железо. Ядро железное, а мантия у нас состоит из силикатов магния примерно. Ну, в основном точнее, не примерно, а в основном. И как мы узнали, в принципе, о строении Земли? Тут нам приходит на помощь наука сейсмологии. Это еще один раздел, который нам помогает. Сейсмология изучает землетрясения. Вот я сейчас говорю с вами, и идет звуковая волна, которая просто в воздухе распространяется. В Земле примерно то же самое, волны с той же самой физикой, тоже упругие, то есть это волны сжатия и растяжения. Я говорю, и происходит волна сжатия и растяжения. Воздух то плотнее, то реже. В Земле происходит то же самое. Сейсмические волны, только они называются сейсмическими волнами, а землетрясения распространяются. Сейсмические волны, вот происходит это землетрясение, и идет волна. Когда она доходит до границы между мантией и ядром, что с ней случается? Отрожается. Она отражается. Да, часть, естественно, преломляется, часть отражается. Вот если мы будем изучать ту волну, которая... Если сейсмолок альбинос будет изучать ту волну, которая отразилась, я просто не знал, каким цветом его нарисовать, решил тем цветом, который белый. Не самый простой цвет. Сейсмолок альбинос будет изучать отразившуюся волну, он сможет, зная скорость распространения волны, сейсмических волн в силикатах магния, понять, какой толщины у нас мантия. Собственно, на этом все и зиждется. Хорошо, но как Земля получилась такой? Как вы думаете, когда из диска пыли и газа образовывались планеты, пыль была однородная? То есть у нас сразу сначала железная пыль накопилась, потом сверху каменная, или у нас сначала все накопилось однородным, а потом разделилось на ядро и мантию? Как вы думаете? Да, сначала было все в кучу, все было вперемешку и довольно однородным. Ну, на масштабах больше нескольких сантиметров все было однородным. Да, собственно, вся эта пыль, она была вся вперемешка, накопилась однородным и произошло нечто такое. Как это произошло? У нас при, собственно, преобразовании планет вся гравитационная энергия, которая была, она переходит в тепловую. Планета начинает нагреваться, как только она образовалась, и что происходит при нагреве? У нас вот из того, что сейчас происходит, это вулканизм. Если у нас где-то в недрах Земли что-то нагрелось, точнее, это редко происходит из нагрева, если что-то расплавилось. Вот, если что-то расплавилось, то что-то отделяется, может подняться наверх. Вот, то же самое, только глобально, со всей планетой произошло в самом начале. Планета была сильно горячая, и у нас, получается, железо смогло отделиться от всего каменного, железо смогло расплавиться, уйти вниз, сформировать ядро, а мантия осталась вот как бы в середине, между корой и ядром. И это связано с тем, какие химические свойства у элементов были в то время. Точнее, не в то время, а в принципе. Да, вот если мы будем говорить как химики, то элементы бывают там щелочи, щелочноземельные элементы, металлы, неметаллы и вот так далее. С точки зрения геологии элементов существует несколько групп, и их разделяют уже не по каким-то фундаментальным химическим свойствам каждого элемента, а просто по тому, как эти элементы себя ведут обычно в природе. И две самые главные группы, для нас, по крайней мере, сегодня, это литофильные элементы и сидерофильные. То есть буквально, если переводить, это элементы, которые камни любы и элементы железа любы. К литофильным относятся у нас кремний, алюминий, кальций, натрий, калий, кислород. Очень много элементов. К сидерофильным относятся железо, никель, платина, немножко золота частично и другие элементы. Еще есть несколько других групп, которые куда менее распространены, и вот они как бы на глобальную картину не так влияют. Ну, атмофильный, например, есть. Вот у нас из них состоит атмосфера. Азот, например. Хорошо. То есть у нас элементы разделялись в соответствии с химическими свойствами. Сидерофильные элементы пошли вниз в ядро, и то железо, которое у нас есть на поверхности, то есть у нас есть, конечно, железное месторождение, но по сравнению с тем железом, с тем количеством железа, которое есть в ядре вот там, это как бы, ну так, чуть-чуть осталось наверху, и все. А алитофильные пошли в мантию и в кору. И мы переходим к следующей уже части, которую нужно понять, зачем нам нужны химики в космохимии. Если мы, как вы думаете, если мы хотим изучить, допустим, соотношение железа и никеля в ядре, лучше обратно вернуться. Вот если мы хотим изучить, мы знаем, что там железо и никель, примерно. Если мы хотим изучить соотношение железа и никеля, мы это как-то можем сделать, находясь на поверхности? Как? А? Ну, мы... То есть мы не можем непосредственно взять кусочек железа, кусочек ядра и померить, сколько там железа, сколько никеля. Не можем. Мы можем пойти на железное месторождение, померить, сколько там будет железа, сколько там никеля. Но это уже явно не будет нести никакой аформации именно вот об этом. И поэтому нам нужно изучать изотопы. Вот к чему был этот слайд. Нам нужно изучать изотопный состав. И дело в том, что изотопный состав, он не изменяется обычно во многих процессах. Во многих процессах он не изменяется. Он изменяется в редком маленьком количестве процессов, большинство из которых происходит только на стадии, когда у нас есть какой-то диск пыли и газа. На планетной стадии уже куда меньше процессов могут привести к изменению изотопного состава. Так что такое изотопы? Если взять самый простой химический элемент, водород, который в обычном случае состоит из одного протона и все. Точнее, не сам элемент, не атом, а ядро водорода состоит из одного протона. У него есть два изотопа. Кроме обычного. Есть дейтерий, в котором лишний нейтрон есть в ядре, и есть еще третий, в котором два лишних нейтрона. Третий уже нестабильный, потому что такая конфигурация не то чтобы очень удобная и стабильная для природы. И изотопы есть у всех химических элементов. Например, далеко не все изотопы стабильные. Вот, например, у технеция в принципе нет стабильных изотопов. Это самый легкий элемент, который в принципе целиком радиоактивен. Но у многих элементов есть много стабильных изотопов, и можно изучать именно их, и это нам позволит понять. Мы сможем, допустим, найти какой-то метеорит, в котором изотопный состав железа такой же, как изотопный состав железа на месторождении в Земле. После этого мы можем измерить, сколько там железа к никелю в метеорите, и понять, сколько у нас в ядре железа к никелю на нашей планете. То есть путь исследования примерно такой выстраивается. И что это за такие процессы, которые могут происходить в космосе, которые могут приводить к каким-то неоднородностям изотопного состава? Почему это не может произойти на Земле, может произойти только в космосе? Если у нас, получается, было облако неоднородным, я здесь цветом показал разный изотопный состав. Из-за чего это могло произойти? Ну и, соответственно, планета тоже будет отличаться. Есть такой процесс, как сверхновые. Дело в том, что вот такая неоднородность в диске, она должна наследоваться еще со стадии облака. Вот там лучше видно. Еще со стадии облака она должна наследоваться, и это именно объясняется тем, как образуются звезды. Звезды не образуются никогда по-одиночке. То есть это не одно облако, в котором образовалась одна звезда, а это одно большое облако, в котором вот каждая вот эта светлая точка это какая-то звезда, которая вот сейчас в процессе образования находится. И, соответственно, если у нас много рядом других звезд, то рядом могут быть и звезды не только размером с Солнцем. Вот когда Солнце было молодое, рядом могли быть не только звезды, которые размером с Солнцем и вот таких же свойств, но могли образовываться звезды, гораздо более крупные. Крупные звёзды, во-первых, они гораздо быстрее эволюционируют, а во-вторых, они после этого взрываются сверхновыми. И именно в этих процессах у нас образуются химические элементы и другие изотопы. Соответственно, у нас произошёл взрыв типа такого сверхновой, и это вещество, просто попав в облако, не успело нормально перемешаться. То есть вариант, который мог привести к неоднородности Солнечной системы, всей их в принципе, и состязанностью всех планет после этого, он связан именно с этим, и тогда уже и планета тоже будет отличаться. Хорошо, вот если мы хотим изучать, из чего собственно образовалась Земля, то нам, получается, нужно каким-то образом найти вот те метеориты, которые вот на этой схеме образуются, вот тут, то есть которые являются остатками именно тех строительных блоков, из которых образовалась Земля. И теперь давайте разберёмся с тем, какие метеориты нам для этого подходят, а какие нет. У метеоритов есть две главные группы. Это, во-первых, дифференцированные. Вот когда я вам показывал процесс, при котором вот в какой-то однородном теле, в какой-то однородной планете образуется ядро и мантия после этого. Вот это называется дифференциацией, то есть разделение на ядро и мантию. И, соответственно, дифференцированные метеориты — это те метеориты, которые представляют собой осколки ядер, мантий, кор, других планет, других астероидов. И примитивные метеориты — это те, которые являются, собственно, остатками строительных блоков. Неважно, для Земли или не для Земли, но они являются именно остатками того вот вещества первичного, примитивного, в смысле первичного, да, из которого всё образовалось. И давайте сначала посмотрим просто на дифференцированные метеориты, чтобы точно понять, что они нам не совсем подходят. Они могут быть от трёх основных групп — это железные, железокаменные и каменные. И железные, скорее всего, это во многих случаях действительно осколки ядер других планет или других крупных астероидов. Каменные, на самом деле, по большому счёту, очень похожи на те породы, которые слагают поверхность Земли. То есть вот эта вулканическая порода, ну, на Земле мы можем найти что-то похожее. Железо каменные тут, на самом деле, никто не знает, но вот такое общепринятое условное мнение, что это образуется на границе мантии ядра других астероидов и планет. И теперь давайте переходить к примитивным метеоритам. Они, большинство из них, выглядят вот примерно так. Они очень похожи внешне обычно, и в них есть вот такие круглые штуки во многих. Круглые штуки, которые по-гречески назвали хондрами, и поэтому все метеориты эти назвали хондритами. Даже если у нас есть примитивный метеорит, в котором не будет вот таких круглых штук, хондр, его всё равно будут называть хондритом. Так что это за круглые штуки, и что это за метеориты такие? Вот это вот между круглыми штуками, чёрное непонятное, это, собственно, буквально слипшаяся пыль, которая летала когда-то в космосе. И вот вы помните, я вам показывал фотографию молодой звезды с облаком вокруг. Облако светилось? Облако было какого-то цвета, оно светилось. Правильно? Обратили внимание? Ну оно было красным, жёлтым. Почему оно светилось? Что? А? Оно было нагретое. Соответственно, если у нас что-то нагретое, и в этом что-то есть, в чём-то есть пыль, то в какой-то момент, если в каком-то месте температуры были достаточно высокие, то пыль может просто расплавиться. И получается у нас в каких-то местах летала пыль, в каких-то местах летали капли расплавленной пыли, а потом это всё вместе вот так собралось в такие метеориты. И теперь мы, собственно, переходим к вопросу, из чего же у нас могла образоваться Земля, и среди чего мы это ищем. Прежде чем я буду вам рассказывать уже вот конкретно про это, я вам хочу просто показать о том, показать пример того, насколько плохо мы знаем Землю в принципе сейчас, насколько плохо мы понимаем окружающий мир. Вот в 1654 году человечество думало во главе с епископом Ашером, что Земле 6 тысяч лет. Это причём были серьёзные расчёты, которые показывали, что Земля образовалась 6 тысяч лет назад, там они определились с точностью до четверти часа. После этого Дебуфон, физик, посчитал, что у нас Земля изначально была горячей, потом со временем остывала. Он посчитал, сколько времени должно было уйти на остывание Земли до нынешней температуры. У него получилось 75 тысяч лет. То есть примерно через 100 лет уже была такая цифра. Ещё через 100 лет лорд Кельвин, тот самый, в честь которого называется единица абсолютной температуры, Кельвин, он посчитал, тоже исходя из примерно тех же предположений, что у нас Земля изначально была горячей, потом остывала, он посчитал, что на остывание Земли до нынешней температуры нужно будет 100 миллионов лет. Он это сделал гораздо точнее, он гораздо лучше оценил все теплопроводности, все физические свойства. Поэтому, в принципе, вот его цифра, она сейчас реальная. Если бы не было радиоактивности, если бы не было другого источника тепла, то Земля бы действительно остыла примерно за такое количество времени. Но он не знал о радиоактивности. Радиоактивность открыли примерно через полвека после этого. И вот теперь, когда мы уже знаем про радиоактивность, когда мы можем, сравнив количество радиоактивного вещества и количество дочернего, посчитать, сколько прошло времени, потому что радиоактивный распад происходит со временем постоянно, мы можем оценить возраст Земли. Вот цифры, которые мы сейчас знаем, которые мы сейчас учим в МГУ, где угодно, 4,5 миллиарда лет, если округлять, мы ее знаем с 1956 года. То есть мы знаем, сколько Земли лет, полвека. Ну и вот сейчас мы думаем, что мы знаем. И что будет через 20 лет, кто знает. Это, ну я так честно думаю, что вот больше, чем на несколько сотен миллионов лет эта цифра уже не изменится в ту или иную сторону. То есть где-то мы уже близки к правде. Вот другой пример, который совершенно не имеет отношения к нашей теме сегодняшнего разговора, то есть он даже не про Землю, но мне просто очень нравится, я вам хочу рассказать. Это вопрос о возрасте нашей галактики. Тоже, насколько просто плохо мы понимаем, как устроены галактики. Все знают, что когда-то случился большой взрыв, правильно? Большой взрыв — это событие, в ходе которого образовалась Вселенная, так если можно его так назвать. И большой взрыв, мы знаем, когда он случился, с очень большой точностью. Как бы наши физики, физики, теоретики и космологи, они могут сказать, большой взрыв случился тогда-то точно, я точно не помню, примерно это 14 миллиардов лет назад. А еще у нас есть физики, которые изучают галактики, которые изучают эволюцию галактик, которые изучают, как в галактиках происходит эволюция химического состава, как они со временем развиваются. И можно оценить возраст нашей галактики, исходя из этого, исходя из того, какие у нас сейчас есть звезды, какие они должны были быть изначально, и как этот состав звезд должен был изменяться. И получился 15 миллиардов лет возраст галактики. То есть на миллиард больше, чем возраст Вселенной. То есть маловероятно, что у нас галактика была сначала в двойной Вселенной, потом у нее стала приемная Вселенная другая, родительская. Это вряд ли. Скорее всего, мы просто плохо понимаем галактики. И вот, собственно, пример был именно об этом. Мы действительно плохо понимаем очень многие вещи, связанные с нашим, как бы, вот, всем. И поэтому надеяться, что мы в ближайшее время поймем, там, из чего конкретно образовалась Земля, сможем, там, принести метеорит, показать его в музей. Вот, смотрите, Земля образовалась из вот, я не помню, массы Земли, но, в общем, из такого-то количества тонн вот таких метеоритов. Ну, не скоро мы еще сможем до этого дойти. И, собственно, уже переходя к тому, из чего могла образоваться Земля, первое, что нужно понимать, что Земля образовалась в Солнечной системе. И масса Солнца, если говорить обо всей Солнечной системе, то масса Солнца – это существенно больше 99%. То есть почти абсолютное большинство Солнечной системы – это Солнце, само по себе. Планеты – это так, остатки. Соответственно, чтобы понять, из чего образовалась Земля, нам нужен какой-то контекст. И начать нужно именно с Солнца, чтобы просто понять, что происходило вокруг. Чтобы понять состав Солнца, у нас есть два основных пути. И первый – это изучение излучения Солнца. Изучение излучения Солнца, правильно, согласно, я расставил. Для этого используют спектры. Вот это реальный Солнечный спектр, и в спектрах есть вот такие черные полосы. И они, собственно, позволяют нам изучать состав. Откуда они берутся? Если есть Солнце, ну не если, а просто есть Солнце, есть свет. И свет белый – это то же самое, что смесь света разных цветов, точнее всех. Ну, здесь вот я упростил до красного углубого уделенного RGB. И есть атом химического элемента в атмосфере Солнца. Атом химического элемента будет непрозрачен для какого-то цвета. Допустим, вот здесь он непрозрачен для красного. Соответственно, у нас дальше проходит только синий и зеленый. И таким образом на спектре у нас получается каждая черная полоса соответствует атому какого-то химического элемента, который непрозрачен для какого-то оттенка цвета. И по положению полос мы можем понять, какие химические элементы есть на Солнце. А по ширине полос, вот этих черных, по ширине этих полос мы можем понять, какого химического элемента сколько. Но мы с вами говорили об изотопах. Мы с вами говорили об изотопах, и вот таким образом изотопный состав не узнаешь. Здесь все зависит просто от того, какой химический элемент. И ничего связанного с тем, с изотопным составом нет. Чтобы получить изотопный состав, нам всегда нужно пощупать вот эту схему прибора, к которой мы меряем изотопный состав. Нам всегда нужен кусок вещества, который мы изучаем. Нам всегда нужно именно его изучать. Нам нужно превратить этот кусок вещества в плазму, отправить в магнит, и дальше, как это называется, сила Лоренца. У нас если есть сила Лоренца, которая из школы BQV, F равно BQV. Что это такое? У нас если есть заряженная частица, она летит в магнитном поле, то она поворачивается. И в зависимости от массы она повернется на разный угол. И мы можем таким образом разделять изотопы и изучать их. И вот никакими приборами, допустим, отправить на Марс, допустим, если мы изучаем Марс, мы не можем изучить достаточно детально изотопный состав Марса, потому что приборы, которые, они вот примерно такого размера, которые изучают изотопный состав. Да, на Марс полетел со всеми этими марсоходами, там летали, естественно, масс-спектрометры, это так называется. Но их точности, они как бы существенно меньше того, что нам нужно для понимания происхождения Марса. Поэтому нам обязательно нужно всегда, если мы хотим понять историю чего-то, нам всегда нужно образец вести на Землю. Так вот, откуда нам взять кусок вещества, пощупать Солнце, чтобы изучить его на масс-спектрометре? Какие идеи? Метеорит — это не кусок Солнца, увы. У Солнца есть такая штука, как солнечный ветер. Вот внешняя часть Солнца — это атмосфера. И самая внешняя часть — это уже корона. И по большому счету продолжением этой короны является солнечный ветер. То есть это постоянно расширяющаяся во все стороны атмосфера Солнца. То есть это просто поток частиц, который вместе со светом еще летит поток частиц. Солнца, который, в принципе, по составу этому Солнцу соответствует. И можно его изучать. Для этого был сделан вот такой космический аппарат, называется Genesis. В нем были вот такие соты. Это соты с ячейками, с разными ячейками, в которых накапливался солнечный ветер. Они были сделаны из разных чистых веществ. Соответственно, мы всегда могли найти, вот в этой ячейке у нас нет там... Она сделана из одного химического элемента. И мы можем в этой ячейке измерить все химические элементы, кроме вот того самого материала ячейки. А в другой ячейке, которая сделана из другого химического элемента, мы можем измерить все другие элементы. И, соответственно, мы можем действительно набрать хорошие данные по всему составу Солнца. Вот этот аппарат повесили между Землей и Солнцем, от которого летел солнечный ветер, на три года. И после этого он должен был прилететь с парашютом на Землю, и все это должны были отнести в лабораторию. Но, судя по твиту в одного из администраторов НАСА посадка была немного грубой. Парашют не раскрылся вообще. Вот все эти ячейки с солнечным ветром, вот они все были в перемешку с песком из пустыни в Неваде, по-моему. И, тем не менее, вот это все очистили, вот это все доставили в лабораторию, и это все равно самые точные, то есть лучше у нас пока ничего нет, самые точные данные о составе Солнца, которое у нас в принципе есть. Я периодически пропадаю, да, правильно? А, хорошо. Вот. Собственно, в основе всего этого и спектров, и аппарата Genesis был получен состав Солнца. Вот здесь, чтобы вы понимали, на шкале у нас вот это расстояние соответствует изменению в сто раз. То есть у нас здесь разные химические элементы, у нас водород и гелия, соответственно, во много раз больше, там, в несколько порядков, больше, чем всего остального. И если мы начнем, собственно, переходя к метеоритам, изучать метеориты. Среди вот хондритов, примитивных метеоритов, есть одна группа, которая называется углистые хондриты. Которые вот, вот, углистые хондриты. Если сделать их химический анализ, то соотношение всех химических элементов, ну, кроме вот, естественно, этих двух, всех химических элементов, которые не газы, а которые могут быть вот в составе камней, они, все вот эти соотношения будут такие же, как на Солнце. И получается, что вот все наши рассуждения о том, что у нас, возможно, Солнечная система неоднородна, возможно, эти рассуждения, в общем, не так и важны. У нас все было однородным. Ну, так получается, раз у нас есть метеориты, пыль, которая такого же состава, как Солнце, и Солнце. Ну, и, видимо, у нас все планеты образовались тоже примерно такого состава. Вот эта модель, она появилась в 80-м году. В 80-м году многие геологи, ученые начали думать, что у нас действительно все планеты имеют углистых андритовый состав. Но начали появляться новые данные, собственно. Наверное, догадались, что я... Что-то будет какое-то... Но начали появляться новые данные, и вот там совершенно до совсем недавнего времени многие думали, что действительно у нас земля состоит из углистых андритов. Но нет. Что за данные? Вот если мы посмотрим как раз на изотопную диаграмму с разными химическими элементами. Здесь у нас есть... Вот по этой оси у нас изотопный состав титана, и по этой оси изотопный состав хрома. Вот тут как раз показаны различия именно в разных источниках. То есть вот эти изотопы, они как раз подорваны так, чтобы это не какие-то изотопы, которые происходят там при радиоактивном распаде чего-то, и не такие изотопы, которые могут просто при обычных химических процессах как-то измениться. А здесь именно те изотопы, которые образуются в разных звездах. И у нас получается, что углистые хондриты лежат одними точечками, и Земля, Луна, другие хондриты, которые называются обыкновенными, почему-то. И все вообще, в принципе, все другие метеориты, кроме углистых хондритов, до которых мы можем тянуться, в принципе, все вещество, до которого мы можем тянуться, кроме углистых хондритов. То есть это и Марс, и Луна, и почти все метеориты, они лежат совсем в другом месте. То есть вот если объясняю, что происходит, то у нас, получается, Земля и Солнце по составу не связаны никак. И это проблема. И об этом мы узнали в 11-м году всего. Соответственно, сейчас те направления, в которых многие работают, продолжают изучать, используя уже другие химические элементы, потому что здесь не очень понятно, из чего Земля могла бы образоваться. Может, по другим химическим элементам это будет видно, по изотопам других химических элементов. Собственно, она сейчас идет именно в направлении обыкновенных хондритов и, в общем, других групп хондритов, всех, кроме углистых. Вот. То есть все-таки вот эти все рассуждения, они были не зря. И в конце лекции я хочу сказать еще вот что. Как бы просто еще накинуть, чтобы дать понять, что и так все плохо, а тут еще хуже. Так вот, есть такая штука, как Луна. Как образовалась Луна? Ну, а это столкновение метеорита. Скорее всего, да. Ну, особенно точно никто не знает, но, скорее всего, с Землей, молодой, столкнулась другая планета. И вот из продуктов столкновения, непонятно в какой пропорции, получились нынешняя Земля и Луна. Соответственно, эта другая планета, видимо, имела другой состав. Соответственно, она образовалась из каких-то других метеоритов. Соответственно, если мы можем сейчас сравнить Землю с каким-то метеоритом, с какими-то метеоритами, то, в принципе, возможно такое, что не должно быть в Солнечной системе никакого вещества, которое совпадает с Землей по составу. Потому что Земля — это смесь двух групп метеоритов, видимо. Соответственно, это становится еще сложнее. Соответственно, в лучшем случае, да, чего мы можем... Вот в таком, если действительно все было так, лучшее, чем мы можем ожидать, это, что мы найдем какие-то две группы метеоритов, но зато мы после этого сможем сказать, в какой пропорции, кто с кем смешался. Тоже интересно. Вот. Ну и, собственно, в конце, вот, это уже, собственно, конец лекции. Сейчас осталось только пару слов сказать. Дело в том, что вот я это изучаю просто потому, что мне интересно. Это вот так, если по-честному. Но это все, на самом деле, очень полезно. Потому что здесь, как бы, история Земли — это то же самое, как обычная история. У нас обычная история базируется на археологии. Мы нашли какую-то... поехали на раскопки, нашли какую-то, какие-то, не знаю, артефакты. После этого мы можем изучать и делать выводы об истории. То же самое с Землей. Если у нас есть какая-то находка, отправная точка, с чего все началось, после этого мы можем понять всю историю Земли. После этого мы можем понять, как образуется месторождение. И как бы все пляшет именно от этого. Вот. Ну и... Вот. Как я вам уже сказал, я геолог. И на Земле работа геолога обычно довольно простая. Приехал... Ну, ладно, простая. Приехал в тайгу, да. Доехать трудно, но все равно можно доехать. Раз в год получается. Приехал в тайгу, ударил молотком по камню, где-то нашел в тайге камень, ударил молотком по камню, отобрал, привез в Москву, в лабораторию. На Луне было... Опа. На Луне было посложнее. Вот. Даже помимо того, что до Луны долететь надо, вот просто поднять камень и донести его до космического аппарата, на котором ты прилетел, это задача нетривиальная. Еще нужно понимать, что к скафандре белые, чтобы правильно поддерживать, чтобы отражать солнечный свет и поддерживать температуру. Соответственно, ему совершенно не хочется испачкаться в черной луны, в черном лунном грунте. Потому что тогда он станет черным, он станет лучше поглощать свет, станет перегреваться, ну и так далее. По-моему, оно ускоренное, если что-то. Не, по-моему, в итоге не упадет. Конечно. Их два года тренировали, чтобы не родиться. У них за два года программа по подготовке, помимо того, что они учились, катались на стрельбу, и все такое, они еще за два года успели пройти курс. Ну, то есть, не знаю, я бы в университете столько за 10 учил, сколько они за два года всего быстро выучили. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ